МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Оркен Медиа Новости в студии Виктория Буханцева. Смотрите сегодня в материалах наших корреспондентов. Городские препятствия. В Балхаше автомобиль въехал в светоформ. В поющей благотворительность 300 тысяч тенге собрали балхашцы с помощью концерта на лечение 8-летней девочки. Мы передали вчера сумму папе. Раз, два, три. Как в Балхаше зажигали главную елку. В Балхаше автомобиль въехал в светофор. ДТП произошло в выходные возле частных домов при въезде в город. Около 11 часов ночи «Лексус» ехал по улице Агбай-Батыра в сторону трассы. По предварительным данным, подъезжая к перекрестку, водитель не справился с управлением и врезался в столб светофора. За рулем машины был 27-летний балхашец. Он не пострадал. В результате столкновения ущерб нанесли городу. Машина помяла столб светофора. Фонарей уцелели. Виновник ДТП возместил ущерб обслуживающей организации. Регулировщик на пересечении улиц уже восстановили. В Балхаше выбрали знатоков казахского языка. В конкурсе на знание государственного языка участвовали пять сборных из работников разных сфер. Интернациональные команды пели, танцевали и показывали сценки, как это было в материале Акмарал Хасиной. Привести в порядок форму и отрепетировать сценку на государственном языке. Сборная пожарной части ЖАЛЭН почти готова к выходу на сцену. Две недели спасатели, командир и будущие пожарные разговаривали на казахском и готовились к конкурсу с репетиторами. У нас состав из двух пожарных частей города. У нас, получается, была репетиция. Час-два с работы освобождали у нас. И вот буквально в короткое время мы подготовились. Старались разговаривать на казахском языке, чтобы было удобно. Но привыкли. На сцене Дворца культуры знания казахского демонстрировали пять сборных преподавателей, пожарных, заводчан, медиков и впервые представители этнокультурных центров. В пяти турах участники рассказывали о себе, соревновались в знании пословиц, пели песни и показывали сценки. Конкурс проводится в седьмой раз. Каждый год участники готовятся со всей ответственностью и показывают хорошие результаты. Постоянные участники у нас – медики, работники завода и учителя. Победителем конкурса стала команда завода, вторыми – медики. Бронзу присудили сборные этнокультурных центров. Всем призерам вручили ценные подарки и грамоты. Остальным участникам – благодарственные письма. 300 тысяч тенге собрали неравнодушные балхашцы на лечение восьмилетней жительницы Балхаша. В воскресенье волонтеры провели благотворительный концерт для Алиды Дидар Кызы. Восьмилетней девочке ДЦП ей требуется лечение в Израиле. На поездку необходимо больше пяти миллионов тенге. По городу установили четыре урны, летом провели благотворительные мастер-классы, а перед Новым годом решили устроить концерт. На сцене БГТК выступили волонтеры, активисты, школьники и студенты. Им удалось собрать около 300 тысяч тенге. Всего за счет неравнодушных жителей города на поездку в Израиль уже накопили 3 миллиона тенге. Сбор средств продолжается. Мы передали вчера сумму папе. 304 тысячи вошло и продажа билетов, и урна, которая стояла на самом концерте, а также три урны, которые стояли в точках города. Израильские врачи постараются помочь. У нее ДЦП с эпилепсией, то есть там какие-то процедуры будут делать, которые улучшат состояние девочки. В Балхаше зажгли главную елку города. В этом году новогоднюю красавицу установили на новом месте за Дворцом культуры. Открывал праздник парад Дед Морозов и Снегурочек. Развлекали гостей персонажи из мультфильмов и сказок. Зажигали елку главные зимние герои вместе с Акимом города. Новогоднее настроение и самые яркие кадры с праздника в зарисовке. Всем балхашцам желаю, конечно же, счастья, кровья, благополучия. С наступающим Новым годом! Раз, два, три! Елочка, гори! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня маленьких жителей Балхаша поздравляли с Новым годом! Во дворце школьников прошла елка Акима. На нее по традиции пригласили особенных детей. Сказочные персонажи, новогодний вальс Дед Мороз и Снегурочка встречали маленьких гостей на елке. Приглашение на нее получили около 140 детей из социально уязвимых семей. Мальчики и девочки танцевали вместе со смешариками и другими героями, пели песни и водили хороводы. Все получили сладкие подарки. Что же делать? Как так? Так, а что там еще? На сегодня все. Смотрите новости на Оркин Медиа ежедневно в 20.15. До свидания.